Всем большой привет! Меня зовут Ира. Сегодняшнее видео будет полностью посвящено горячей новинке от белорусского бренда Luxe Visage с жидким глиттером, который называется Glitter Rock. У меня три оттенка из пяти, поэтому я буду показывать вам именно варианты макияжа и разбирать именно вот эти три оттенка, которые у меня есть. Эта новинка только начала появляться в белорусских магазинах, также она уже есть на Valberis и на белорусском сайте Ozbuy, именно там я и покупала свои тени. На сегодняшний день еще даже не было официального анонса на страничке в Instagram Luxe Visage. Покажу вам сводчи в 1, 2 и 3 слоя, как эти тени смотрятся самостоятельно на глазах. Также покажу вам три варианта повседневных макияжей глаз. Обязательно подробно разберем каждый оттенок, их качество и поделюсь своим личным мнением. Если вам такая тема видео интересна, обязательно оставайтесь со мной, сразу же ставьте лайк, подписывайтесь и желаю вам приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 301 оттенок это классический серебристый оттенок, на мой взгляд он особенно хорошо впишется в фиолетовую гамму и также в серую. 302 оттенок называется золотистый, но я в нем отчетливо вижу оливковый подтон, поэтому на мой взгляд он подойдет не только в классические теплые бежево-коричневые макияжи, но также прекрасно будет смотреться в зеленовато-оливковых макияжах глаз. 303 оттенок розовый, на мой взгляд он не столько розовый, сколько розово-персиковый, поэтому его можно внедрить не только в розовые макияжи, но также в более теплые персиковые, тоже он будет прекрасно смотреться, потому что это не холодный жемчужный розовый оттенок, а все-таки он скорее с теплинкой. По своей текстуре глиттеры представляют из себя полупрозрачную базу, в которой замешаны блестки разных размеров, то есть вы не добьетесь насыщенного пигмента, насыщенного вот этого цвета розового, золотого, либо серебристого. Это будет в любом случае, даже при наслоении полупрозрачная база. Вы можете заметить на сводчах, как на руке, так и на глазах, что даже в 2-3 слоя все равно будут видны разводы. Все равно, по крайней мере, у меня не получается добиться равномерного покрытия. Конечно, при наслаивании можно добиваться лучшей интенсивности базы, но на мой взгляд, все равно самостоятельно даже в 2-3 слоя они смотрятся не очень красиво. Все равно разводы остаются и подчеркиваются морщинки, то есть там, где морщинки, там блестки вот этих глиттер забиваются и получается, что неравномерное покрытие на веках. Все равно я бы советовала использовать этот глиттер на уже какой-то базе. Либо это будут жидкие тени, либо это будет макияж глаз с сухими тенями, но в любом случае какая-то хотя бы небольшая цветовая подложка должна быть. То есть для самостоятельного использования, чтобы наносить этот глиттер соло на веки, я бы все-таки не советовала. По крайней мере, мне не понравился такой способ нанесения. Также хочу отметить, что чем больше вы наслаиваете глиттер на глаза, тем больше он ощущается, тем тяжелее становится веком. Веки начинает стягивать. На мой взгляд, 3 слоя это максимум, который приятен более-менее для глаз. В один слой получается максимально скромный, дневной, легкий вариант. В 2 слоя это будет смотреться поярче. В 3 слоя, мне кажется, вполне достаточно для более насыщенного, сияющего, вечернего варианта. Если говорить о стойкости глиттеров, то она, на мой взгляд, средняя. Цветовая база никуда не исчезает в течение дня. То есть она держится стойко. А вот блестки, к сожалению, начинают очень быстро сыпаться. Даже в процессе нанесения у вас под глазами хотя бы 1-2 блестки, но останутся. То есть если вы хотите действительно стойкого макияжа, чтобы ни одна блестка не упала под глаза, то нужна специальная база для глиттера. Я в своих макияжах использовала обычную базу, самую бюджетную, дешевенькую. То есть она не для глиттера, а для обычных сухих теней. И она не приклеивает настолько хорошо глиттер, чтобы он не осыпался. И, естественно, этот глиттер осыпается, если случайно потереть глаза, дотронуться до них и так далее. То есть чем больше вы будете прикасаться к глазам, тем больше глиттер будет осыпаться. Стоят глиттеры в районе 7 белорусских рублей, где-то дороже, где-то дешевле, но средняя их цена 7 белорусских рублей. По объему 3 грамма, на мой взгляд, это маловато. Если сравнивать с жидкими тенями от Luxe Visage Metal Hype, то там 3,5 грамма. Мне почему-то кажется, что глиттеры закончатся гораздо быстрее, чем обычно у меня, по крайней мере, заканчиваются Metal Hype. Потому что Metal Hype я обычно не наслаиваю, мне достаточно одного легкого слоя. Глиттеры я предпочитаю наносить в два слоя, соответственно, расход у них гораздо больше, по граммам их меньше. И, соответственно, мне кажется, они закончатся гораздо быстрее. Что касается оттенков линейки, то все они очень повседневные, носибельные, подойдут абсолютно каждому. Нету каких-то ярких, вырвиглазных оттенков. А учитывая, что формула у этих теней полупрозрачная, то, соответственно, не возникнет никаких проблем, чтобы внедрить такую небольшую сияшку, небольшой акцент, изюминку в повседневный макияж. Лично мне новинка понравилась. Я пользуюсь с удовольствием этими тенями с тех пор, как они у меня появились. Если говорить о их пигментации, то здесь на самом деле на вкус и цвет. Кто-то любит хорошо пигментированные средства, которые достаточно нанести в один слой, и они будут насыщенно смотреться. Кто-то любит как раз-таки полупрозрачные средства, с которыми легче работать. И кто-то предпочтет лишний раз наслоить средства, чем сразу же бахнуть что-то яркое на свое лицо или на глаза. В данном случае, мне кажется, люкс визаж преследовали цель добиться более универсального средства, которое подойдет большинству. Не все любят супер насыщенные, супер яркие тени на глазах. И опять же, глиттер это достаточно специфическое средство. Не все любят сиять. И подобные полупрозрачные формулы, они подойдут все-таки большинству. Потому что даже в повседневный дневной макияж можно добавить небольшую такую изюминку, искринку на глаза. И уже будет ваш обычный скучный макияж смотреться более интересно. Единственное, что к стойкости есть вопросы. Все-таки, когда отдельные блестки начинают сыпаться на лицо, не все это любят. Меня лично это не смущает. Если у меня где-то там одна-две блестки будут блестеть под глазами, ничего страшного. Но не все одобрят такое качество. Все-таки, хотелось бы, чтобы блестки более надежно фиксировались на глазах. Если сравнивать эти глиттеры с глиттерами от Рилуи, то я думаю, вы уже догадываетесь, что это абсолютно разные средства. Глиттеры от Рилуи имеют более насыщенную, яркую цветовую подложку. Их спокойно можно использовать самостоятельно. При использовании спарклов от Рилуи у меня никогда под глазами не оказывались отдельные блестки. То есть, там вот эта цветовая база, она очень хорошо перемешана с глиттером. И они как-то друг друга скрепляют очень хорошо. Здесь же база полупрозрачная. И, соответственно, она плохо держит этот глиттер. Для меня это средненький продукт. То есть, это не что-то плохое. Они хорошо работают на глазах. Они не разъедают предыдущие слои. Они хорошо, легко подтушевываются. Опять же, за счет своей полупрозрачной базы не возникает никаких проблем с растушевкой. Но также эта новинка не произвела на меня большого впечатления, что я прям в восторге. На сегодня это все. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Если это так, то обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Мне будет очень приятно. Также подписывайтесь на канал, если вы хотите видеть в дальнейшем обзоры на бюджетную и на белорусскую косметику. Большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok